На связи Украина 365. Кроме того, в эфире телемарафона доброволец Легиона Собода России Алексей Барановский высказал интересное предположение, которое, по его мнению, могло бы быть выдвинуто российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что добровольцы готовы отступить из Теткина, если кремлевский диктатор заберет оккупанта визу украинского Мелитополя. По его словам, ситуация в приграничных районах АРФ очень динамично развивается. Интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине «Дипстейт», которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, также изобразила так называемые серые зоны в Белгородской и Курской областях. Они занимают почти 42 квадратных километров. Как известно, накануне представители русского добровольческого корпуса снова призвали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться, поскольку готовятся удары по военным объектам оккупантов. Видеоролики, опубликованном в 9.14, военный говорит, что обстрел начнется через полтора часа. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгородщины о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения. Марш на Москву является конечной целью российских добровольцев, которые уже вторые сутки ведут бои против правительственных войск на территории Курской и Белгородской областей России. Об этом заявил представитель Легиона Собода России Алексей Барановский в интервью Ньюсвик. По словам бойца, целью добровольческих формирований, которые начали рейд в приграничных областях, является дальнейшее освобождение России от Путина. Возможно, мы не сможем этого достичь сейчас, но это наша главная миссия, заверил он. Барановский признал, что нынешняя операция по станцию была намеренно приурочена к так называемым выборам президентов России, которые должны состояться 15-17 марта. Именно в эти дни российские добровольцы обещают сюрпризы диктатору. «Как граждане России мы решили, что также хотим принять участие в этих выборах, и это наш способ, чтобы наш голос был услышан. Мы голосуем за вооруженное сопротивление режиму Путина, за восстание, революцию», – сказал он. Также, по словам Барановского, еще одной целью рейдов является стремление активизировать напуганную смертью Навального оппозицию внутри самой России. «Мы ведем антиоппозицию своим примером, показывая, что они не одиноки, показывая им, что есть люди, готовы бороться, не просто светя фонариками в небо, а взяв в руки оружие, автоматами, гранатами и врунетехникой, которой у нас достаточно. И мы призываем всех присоединяться к нам в этой борьбе против Путина», – сказал Барановский и добавил, что сегодня именно вооруженные повстанцы являются настоящей российской оппозицией. Тем временем в сети появилось заявление «Российский партизан» с анонсом удара по избиркомам разных городов РФ. В то же время кремлевская пропагандистка Ольга Скобеева сказала, что якобы бункерный – самый защищенный человек в мире, ведь его оберегает 50 тысяч агентов Федеральной службы охраны. Сможет ли многочисленная охрана защитить Путина? Об этом 24-му каналу рассказал экс-сотрудник АГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Как отметил экс-сотрудник АГБ, путинская пропагандистка Скобеева разгласила военную тайну. Ведь в открытом доступе о Федеральной службе охраны есть только информация о структуре организации. Ранее были только слухи о том, что в ФСУ входит 30-40 тысяч человек. Однако благодаря Скобеевой стало известно более точное количество – 50 тысяч. Целая армия охраняет Путина, заметил Жирнов. Правда, ФСУ охраняет не только российского президента, а также и Госдуму, Совет Федерации, Кремль, Московского Патриарха и тому подобное. На территории аэропорта в городе Сочи АРФ произошел мощный пожар, который россияне назвали запланированным. По легенде пресс-службы аэропорта, огонь и столб черного дыма якобы связаны с учениями. В то же время граждане АРФ в сети допустили, что в аэропорту мог сгорить самолет. Об этом пишут российские телеграм-каналы. Пожар в аэропорту местные жители сняли на видео 13 марта. При этом в местном отделении МЧС и в пресс-службе аэропорта заявили, что пожар якобы запланированный, ведь он якобы связан с учениями. Дым, который вы можете видеть с территории аэропорта, является результатом учебных мероприятий, проводимых аварийно-спасательными службами аэропорта совместно с подразделениями МЧС города. А возгорание является спланированным для отработки тушения пожара, выдали в АРФ. Кроме того, в аэропорту заявили, что учение не влияет на обслуживание рейсов и проводится с целью повышения уровня готовности и профессионализма спасательных служб. В Магаданской области Российской Федерации упал вертолет Ми-8, на борту которого находилось около 20 человек. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-губернатор Магаданской области Сергей Носов. Инцидент произошел в северо-Ивинском районе у Кварцевой горы Магаданской области. Вертолет летел по маршруту Сопка-Кварцова-Амсукчан. Как пишет телеграм-канал МагаданЧП со ссылкой на Министерство транспорта региона, вертолет совершил жесткую посадку. Пока точно неизвестно, что именно привело к падению вертолета. Среди версий, рассматриваемых представителями МЧС РФ, есть техническая неисправность и ошибка пилотирования. Также появилась информация, что пилоты Ми-8 сообщили диспетчерам об отказе двигателя на 13 километрах полета. Украинские военные ударили по полигону с российскими оккупантами на территории так называемой ЛНР. Как сообщает российский телеграм-канал Астра, в результате этой атаки, как минимум 10,02 оккупантов. Россияне в Белгородской области пожаловались на взлом каналов связи правительства в Белгородской области. В итоге стало известно, что это была успешная операция украинской разведки. В частности, эту операцию удачно выполнили киберспециалисты ГОР. Об этом 24-му каналу сообщили источники в украинских спецслужбах. Российские пропагандисты сообщали, что в 2.06 по уместному времени 14 марта снова был взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области. А оккупанты обвиняют региональных представителей Минцифры в том, что они не владеют банальными компьютерными навыками и говорят спросить помощи у Ростелекома Минцифр Федерального для обеспечения безопасности правительственной связи. Получается, что третий день Минцифры не может выполнить своих обязательств по безопасности и защите каналов связи правительства. Удивительно, что министр еще не в отставке, жалуются россияне. Кроме того, они сообщают, что была осуществлена рассылка Майлова от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области. В конце концов, источники и в спецслужбах подтвердили, что к этому взлому каналов региональной связи причастны киберспециалисты гор. Теперь оккупанты имеют проблемы со связью и коммуникацией с властями Белгородской области. Накануне президент Литвы Гитанос Наукседов выступил за отправку своих военнослужащих в Украину, чтобы помочь ВСУ вести борьбу с оккупантами. Он также призвал других лидеров Запада перестать постоянно говорить о красных линиях. Вчера, 13 марта, в Париже глава Литвы подчеркнул, что было бы неплохо, если бы все лидеры ЕС согласились, введи на мнение относительно отправки своих военнослужащих в помощь украинским защитникам, информирует ресурс ЛРТ. Науседа также заявил, что все лидеры ЕС должны хорошо вникнуть в разведданные и принять окончательные решения по помощи Украине. Лидеры ЕС должны перестать постоянно оглядываться на Путина в страхе. А что же скажет на это президент РФ? В таком случае Европа вообще не примет ни одного решения. Эти слова президент Литвы озвучил как Макрону, так и СМИ. Более того, он призвал ЕС перестать бояться неких красных линий. Если постоянно думать о красных линиях, то Запад будет помогать Путину, то в свою очередь будет этим манипулировать и контролировать каждый шаг ЕС, заявил Науседа. Запад не должен молча наблюдать за тем, что происходит в Украине. Путин на этом не остановится, а его планы распространятся на страны Балтии и Польшу, заявил глава Литвы. Будет большая ошибка, если Запад поведется на возможность утихомирить Путина, отдав тому часть Украины. Так же, как Чехословакия не удовлетворила Гитлера, Украина не удовлетворила Путина. Не будут этого делать и страны Балтии и Польша. Ни одно из европейских государств в данный момент не находится в безопасности, заявил Науседа. Россия не остановится, если ее саму не остановить. Лучше это сделать в Украине сейчас, чем ждать, когда армия Путина будет стоять у границы ЕС, подытожил свое выступление Науседа. Премьер-министр Эстонии Каллас также заявила, что в будущем может быть ситуация, когда войска страны отправятся в Украину на помощь в СССР. Лидер ультраправой политической партии Национальное объединение, член законодательного собрания Франции Марин Лепен, известная пророссийской позиции, выступая с обращением к парламенту, внезапно развернула политический вектор на 180 градусов и обвинила Россию в развязывании войны в Украине. Соответствующий фрагмент выступления появился в официальном аккаунте «Лепен Викс». Обвинив Москву в том, что та развязала войну, Лепен выразила уважение и поддержку Украине. «Вторгнувшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия спровоцировала войну на пороге Евросоюза и геополитический кризис, несомненно, самый драматичный за последние 20 лет. Украинской нации наше уважение и наша поддержка», заявила она. В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он показал фотоиспытания на полигоне платформ Камикадзе, Турели, платформ, которые уничтожают позиции технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции. На полигоне опробовали и 50 плюс комплексов. Через несколько месяцев они уже будут на поле боя. США могут передать Украине современные версии дальнобойных ракет Атакамс, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников газеты, администрация президента Байдена ранее отказывалась от поставок современных дальнобойных ракет. Белый дом считал, что весь арсенал Атакамс должен оставаться на вооружении в США. Однако сейчас Пентагон может согласиться на передачу дальнобойных ракет, так как американская армия получила возможность заменить их новыми высокоточными ракетами PRSM. Дальность новых ракет превышает 400 километров. Украина всего за два дня уничтожила 10% нефтеперерабатывающей мощности РФ, об этом сообщает издание Bloomberg. Предприятия получили сильные, а местами критические разрушения. С одного только завода в Рязани Россия получает 17,1 миллиона тонн в год. Ой, точнее получала. Как известно, последние два дня в России активно горят НПЗ. К новой стратегии Украины нанесения серийных ударов по критической инфраструктуре россиянам нужно относиться предельно серьезно, поскольку перспективы нынешнего тренда выглядят для России угрожающе. Подрывы НПЗ по всей европейской части РФ уже вскоре могут вызвать острый дефицит топлива, а путинским властям придется договариваться про импорт бензина и нефтепродуктов. Об этом пишет российский экономический аналитик Анатолий Несмеян. Уже сейчас можно сказать, что возникает явно нехватка топлива перед всплеском спроса на него в период пассивной. Если же удары по нефтеперерабатывающим предприятиям продолжатся, то Россия внезапно окажется перед необходимостью закупки топлива по импорту. И это в условиях все более усиливающегося дефицита транспортных мощностей, пишет он. Это в свою очередь означает, что удары беспилотников будут перенесены на объекты логистики, перевалочные центры. Учитывая, что в России их всего четыре, из которых два уже находятся в пределах досягаемости беспилотников – Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск – то топливный кризис может стать хроническим с периодическими обострениями. Более того, не стоит забывать, что оборудование для нефтепереработки на заводах практически все сейчас импортное, поэтому так просто даже отремонтировать его не получится, не говоря уже о замене. Плюс не исключены и повторные удары. Депутат, отправящий партию «Единая Россия», скандалился в Госдуме. Он не только заявился на заседании предположительно в состоянии алкогольного опьянения, но и попытался толкнуть речь. Ничего хорошего из-за этого не вышло. «Да, спасибо большое. Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждое практически сейчас действие недружных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее, но вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать-то им?» Этот поток бессвязной речи остановил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Осознав, что депутат неуменяем, он заставил его замолчать тактичным словом «спасибо». «Россияне активно обсуждают конфуз с участием депутата. Да он же в Зюзю. Собутыльник Медведева – еще один борец НАТО. Единственное, что он может одолеть – это бутылку Финляндии. Какое позорище. Почему сразу бухой? Человек просто с утра немного припал к традиционным ценностям», – пишут комментаторы в сети. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!